Добрый вечер, друзья! Это программа «Вперед! Миколаев!». Сегодня мы в студии «Никвестей». И наш гость – это главный тренер муниципального футбольного клуба «Миколаев» Руслан Михайлович Забранский. Добрый вечер, Руслан Михайлович! Добрый вечер! Ну, конечно, хотелось бы в преддверии старта второй половины чемпионата поговорить чисто о футбольных аспектах, но вы один из тех тренеров, которые практически в каждой пресс-конференции говорили о том, что наша команда выполняет свои задачи, находясь, мягко скажем, не в очень хорошем финансовом положении. И все-таки хотелось бы поговорить и об этих нюансах, но для начала начался первый сбор. 17 января команда вышла из отпуска и уже провели первую часть подготовки. Где это проходило, как проходило, немножко об этом расскажите. Начали мы тренировки здесь, в Николаеве. Проходили они на центральном городском стадионе. Потом, после, там где-то около пяти дней мы побыли дома, уехали на сборы в Поляну, так как у нас на стадионе продолжается реконструкция. Стадион готовят к чемпионату Украины, к полуфиналу Кубка. И поэтому мы как бы и вынуждены были поехать из города, потому что раздевалок не было, горячей воды не было и тренироваться негде. А в Поляне они нам всегда предоставляют хорошие условия для работы. Можно было и бегать в горы, и заниматься на тренажерах, и на футбольных полях, и провести неплохие контрольные матчи. Все-таки провели игру с командой премьер-лиги Волынь-Луцк, и международный матч провели, и с местной командой, которая там очень крепко финансово стоит на ногах. И у них были, ну играли за них интересные футболисты, которые раньше играли в премьер-лиге. Кополовец, например. Да, которые сейчас играют у них. Смотрели, какие условия для работы у этой же областной команды. Ну и понятно, как всегда, удивлялись, насколько это просто сделать в селе, и насколько это сложно сделать в таком большом городе, как Николай. Первый сбор в Поляне, на несколько контрольных поединков. Проиграли Волынь, но там, насколько мы знаем, немножечко схитрил главный тренер этой команды, и по договоренности их разными составами должны были играть. Он во втором тайме оставил все-таки основу, а вы выпустили больше дублирующий состав. Ну, затем были победы над Минаем 3-1, знаменитый уже весь Николай Мать со Словаками, 9-2 наша команда выиграла. И вот недавно еще одна товарищеская игра с Балканами, при том, что у Балкан возможности, инфраструктура сильнее, мы все-таки были на этом матче, и можем сказать, что команда действительно контролировала ход поединка, наша команда, и очень неплохо проявили себя новички. Их немного, их всего двое на данном этапе. Это Сергей Александров, и, возможно, за многие годы легионер первый в нашей команде, это Морис. Как новички, как оцениваете их игру и шансы, и возможности на их подписание? Ну, нас обычно бывает на просмотре побольше футболистов. В прошлом году было, наверное, около 10-15, но в этом году получилось так, что особо из приглашенных практически никто не приехал. Из тех, что приехали, мы, в принципе, на данный период довольны их отношением к работе, тренировкам, по тем играм, которые они провели. Предварительно уже провели с ними переговоры. Это те футболисты, которые не гоняются за большими зарплатами, и им нравится наш коллектив, они хотят выйти и проявить себя в полуфинале Кубка. Как бы это очень интересная игра, в том плане, что ее будет смотреть очень много и тренеров, и команд, и, я думаю, что, может, даже и за пределами Украины. Когда я был осенью на обучении в Киеве, продлевал лицензию, встретил много интересных тренеров наших украинских. Это и Маркевич, и Заваров, и Литовченко, и Лужный. Все подходили, поздравляли, говорили, что смотрели эту игру, что мы заслуженно выиграли, и будут с нетерпением ждать, чтобы посмотреть в полуфинал, кто же попадет в Николаеву, и как эта игра будет проходить. В этом плане было приятно. Все поздравляли и Федерацию футбола, и ПФЛ. И так получилось, что как раз собирали совет Лиг. Это первая и вторая Лига, все директора, президенты клуба. Мы с Кантором ездили, там много было вопросов, и поэтому было приятно там находиться. Все отмечали, что Николаев без полей, без инфраструктуры, все-таки среди четырех самых таких украинских топ-клубов бы в этом плане приятно было слушать. Ну, вернемся к легионерам. Морис, легионер считается. Расскажите, какова ситуация с ним, потому что мы знаем, что он приезжал и на прошлые сборы, и не получилось подписать недешевое удовольствие, так скажем, сейчас легионеры для команд Первой Лиги, а тем более для нашей команды. Что у него сейчас, есть гражданство, или придется платить за него взнос, и готов ли клуб платить этот взнос? 150 тысяч, насколько мы знаем. Да, этот взнос идет в Федерацию футбола на развитие детского футбола. Ну, в принципе, я считаю, что это правильно. Федерация футбола, как бы, если клубы приглашают легионеров, значит, надо с этих клубов брать деньги на то, чтобы развивать свой футбол, и чтобы в последующем легионеров было меньше, а своих было больше. И чтобы было кому играть в сборной Украины, и в молодежной, и в национальной. Правильное решение, я считаю. По Морису, он живет уже в Украине 5 лет, у него вид на жительство. Летом мы его смотрели, он нам не подошел, потому что был у него лишний вес, он не готовился к сборам, и у него были, была еще проблема с задней поверхностью бедра. Он получил травму, а времени было между окончанием чемпионата и новым чемпионатом очень мало, поэтому мы не смогли его заявить, да и на тот период он был не готов. Сейчас он выглядит совсем по-другому, он готовился в отпуске. Несколько мячей уже забил в предсезон. Поэтому я просил Кантора, Ярослава Анатольевича, надо брать, это нападающие, ну, по крайней мере, в первой лиге я таких не видел. И что немаловажно, которые готовы приехать, Николай. Да, которые готовы ехать, он мечтает играть у нас. После каждой тренировки подходит, спрашивает, как я тренировался, как я играл. Эти игры, которые были на сборах, он выглядел очень хорошо. В последней игре, видно, чуть-чуть подустал, потому что мы работаем сейчас без выходных, в двухразовом режиме, и нагрузки очень большие. И много бегаем, и тренажеры, и прыжки. И они просто сейчас играют с игрой на усталости, и завтра также будет игра с «Жемчужиной» опять же на усталости. Видно, он чуть-чуть где-то подустал, потому что в последней игре с «Балканами» сложно было. Может быть, еще скользкое поле, тяжелое такое. Поэтому из-за этого, может быть, он сыграл не так, как обычно он играет. Но Александров, в принципе, это усиление, судя по тому, что мы видим. И если он согласится, если все, так скажем, пазлы сойдутся, это, в принципе, будет усиление для команды. Да, Александров очень хорошо вписался в нашу команду. Теперь мы можем уже Рогозинского при необходимости перевести в середину. Мы подумали еще осенью, чтобы он играл под нападающим, или как второй нападающий. Он хорошо открывается в эти зоны между защитниками. И поэтому как бы можно уже хоть как-то переставлять, что-то придумывать как-то. Приходится придумывать, получается. Да. Потому что нет возможности. И в связи с этим еще один вопрос по селекции. А есть ли вариант, что еще кто-то, может быть, подъедет? Или придется тоже думать, что-то вот ваше нововведение в последней кубковой игре. И сейчас я смотрю, что Виктор Берко из нападающего у нас переквалифицировался в правого защитника. Будете такие варианты еще искать? Ну, вы помните, наверное, команду, которая была, когда президентом клуба был Валеев Анатолий Казанфинович. Мы подобрали таких футболистов, как Черни, Артем, Антон Галенков, Ковалев был, Чучман, которых можно было... В первом тайме они играли защитников. Во втором тайме мы могли их поменять местами. И уже Артем Черни начинал правым защитником, а заканчивал игру под нападающим. И когда мы их во втором тайме переставляли, то просто вся работа, которую провели тренеры команды соперника, она была просто напрасной, потому что они своей команде рассказывали, о нашей команде, что она так играет. А мы все меняли наоборот, и она во втором тайме совсем играла по-другому. Поэтому были сложности. И хорошо, когда есть такие игроки, даже вот как Артем Черни, который сейчас играет в Александрию, в премьер-лиге, который, во-первых, бил с двух ног. Мог играть и правого защитника, и левого полузащитника, и под нападающими, и в центре. И тогда в команде не надо 22 футболиста. Можно держать 18 и 17, потому что многие из них могут играть на разных позициях, играть неплохо. Но Виктора получается сейчас, на ваш взгляд, правым защитником? Ну, я считаю, что получается. Где-то, понятно, моментами его тянет вперед, атаковать. Вот. Но в отборе он тоже неплохо играет. Бывает, где-то заигрывается, может потерять свою зону чуть-чуть, где-то впереди остаться. Или забывает, если кто-то из центральных защитников уходит встречать во фланг, он должен опуститься на его место и занять эту позицию. Отстраховать. Отстраховать, да. Бывают такие моменты. Ну, в общем, получается неплохо. Ну, это, наверное, время нужно немножко ему адаптироваться на этой позиции. Да, и плохо, что он не сможет принимать участие в кубковой игре, потому что получил красную карточку. И нам надо теперь искать еще правого защитника, даже ради этой игры. С Балканами был вариант с Александровым на месте правого защитника. То более, да. Ну, такой вариант. Но, тем не менее, вот мы ездили с вами на игру в Балканы. С Балканами. Да. И атмосфера в том же автобусе, в коллективе, достаточно хорошая, теплая. И, наверное, на вот этой вот атмосфере, на этой мотивации вы поведете большую команду к новым победам. Ближайший, ответственнейший матч. Ну, конечно, чемпионат начинается 18 марта. И потом кубковый поединок. Пока что неизвестно с кем. Мы пожелаем вам, чтобы такая атмосфера оставалась и дальше. И, наверное, чтобы все-таки у нас в городе футбол оставался и развивался. Спасибо огромное за эту встречу. И, я думаю, что новых побед Муниципального футбольного клуба Николаева. Спасибо. Спасибо.